Добрый день, уважаемые коллеги. Иммунотерапия переживает сегодня действительно ренессанс и испытывает очень большой интерес. И на самом деле иммунотерапия – это достаточно объемное понятие, но если конкретно к теме сегодняшнего симпози, сатерита, и вообще к применению в иммуноонкологии, это прежде всего деление иммунотерапии на активную и пассивную. Активная, когда мы используем методы, с помощью которых заставляем иммунную систему человека работать в нужном нам направлении, а пассивная, когда мы даем организму человека какие-то компоненты иммунной системы, и они работают в организме человека. Вот на слайде представлены наиболее известные методы иммунотерапии, это прежде всего ингибиторы чейкпоинтов, противоопухолевые вакцины, интерфероны, интерлейкины, в будущем онкологические вирусы. Все эти методы относятся к активной иммунотерапии, ну и в качестве примеров пассивной иммунотерапии приведены терапии лимфоцитами схемерно-антивенными рецепторами и лимфоактивированными киллерами. На данном слайде представлены показатели 10-летней выживаемости пациента с метастатической меланомой, и этот слайд демонстрирует успехи иммунотерапии, то есть возможность взять под контроль опухолевой процесс. И, конечно же, с одной стороны, прекрасные результаты, но с другой стороны, этот слайд демонстрирует очень много вопросов. Почему удается у ряда пациентов взять под контроль опухолевый процесс? Почему только у 25% пациентов, получающих терапию, и полибумабам удалось это? Почему у остальных пациентов не сработала применяемая иммунотерапия? Соответственно, на все эти вопросы, безусловно, сейчас мы ищем ответы. И, возвращаясь к иммунному ответу, хотелось бы просто напомнить, на мой взгляд, наиболее четко дающее представление о иммунном процессе как пространственном временном процессе цикл опухоли иммунитета Чена и Мелмана, который характеризует все этапы иммунного ответа. Это, во-первых, высвобождение антигена опухоли, во-вторых, активация и антигенпрезентация дендритными клетками антигена иммунокомпетентным клеткам, активация теле-лимфоцитов, миграция, инфильтрация теле-лимфоцитами опухоли, распознавание антигена опухоли и как венец иммунного ответа это уничтожение опухолевых клеток теле-лимфоцитами. Вообще, взаимоотношение опухоли и иммунитета сейчас наиболее принято характеризует теорию иммуноредактирования и правила 3И, это elimination, equilibrium, escape, эллиминация, когда иммунная система контролирует развитие опухоли, равновесие, когда силы примерно равны, но клинических проявлений нет, и ускользание, когда опухоль выходит из-под контроля иммунной системы и размножается, прогрессирует, метастазирует. Соответственно, на стороне опухоли основными игроками в этом отношении являются опухолеспецифические и опухолицированные антигены, а со стороны иммунного ответа на сегодняшний день приоритет отдается цитоксическим лимфоцитам и натуральным киллерам. Хотя надо всегда помнить, что действие иммунной системы неоднозначное, и кроме противоопухолевого действия, в ряде случаев иммунная система может оказывать проопухолевый протективный эффект. Основные механизмы ускользания опухоли от иммунного ответа также уже достаточно изучены. Это, прежде всего, нарушение антигенопрезентации, нарушение распознавания антигена в опухоли, это секреция иммуносупрессивных факторов клетками окружения опухоли, это привлечение иммуносупрессорных клеток, дорегуляторных, миелоидных клеток в окружении опухоли и как раз модуляция рецепторных взаимодействий посредством ингибиции контрольных точек иммунитета, контрольно-пропускных точек, так называемых чекпоинтов. В этом свете мне хотелось бы, в свете обсуждения возможности предсказать эффективность иммунотерапии у наших пациентов, поскольку эта терапия очень дорогая, ну и совсем небезопасная, мне хотелось бы обсудить возможности, которые мы имеем на сегодняшний день. Но прежде всего мы можем посмотреть различные биомаркеры в опухоли и на периферии. В опухоли это, прежде всего, конечно же, наличие туморно-детрирующих лимфоцитов, и наши зарубежные коллеги уже используют индекс иммуноско при колоректальном раке, который позволяет улучшить предсказание, прогнозирование у данных пациентов и в зависимости от этого индекса применять или не применять последующую дивантную терапию. Это изучение экспрессии различных рецепторов на иммунных клетках, на клетках опухоли, и ярким примером является PD-L1, изучение PD-L1 экспрессии, которая является предиктором при применении пембролизумаба. Это изучение драйверных онкогенных мутаций. Например, есть данные, что пациенты, имеющие керасмутацию, имеют более высокую экспрессию PD-L1 леганда, и, соответственно, можно предположить большую эффективность иммунотерапии. Также мы можем посмотреть ряд факторов в периферической крови. Это, безусловно, различные сопопуляции, которые в ряде работ служат предсказательным моментом для эффективности применяемых методов, но пока четких ассоциаций не выявлено. Можно посмотреть содержание противоопухолевых иммуноглобулинов. Однако надо помнить, что известный блокирующий эффект этих иммуноглобулинов, поэтому целесообразность данного метода сомнительна. Можно посмотреть содержание цитокинов или, опять же, определить рецепторы в периферической крови. Однако эти методики пока не стандартизованы, но еще не очень применены в практике. Можно выполнять секвенирование токлеточного рецептора. Это очень современная методика. Она применяется, например, при хронических лимфолейкозах, когда смотрят остаточный злокачественный клон после проведения трансплантации. И думаю, что за этой методикой еще очень большое будущее. Ну и, конечно, определение различных драйверных анкоденных мутаций в периферической крови, которые позволили более простым методом определить данные показатели, не получая материала. Соответственно, все эти маркеры, они имеют в ту или иную степень значимости, однако ни один из них не является точным предсказательным маркером, кроме, пожалуй, ИДЛ-1. Мне хотелось бы вам представить работу наших коллег, поскольку весь мир изучает эти возможности, пытается ответить на эти вопросы, каким образом предсказать эффективность иммунотерапии у пациентов. И вот хотелось бы представить вам работу наших коллег, Техахиры, соавторами, в мае 2017 года, которые попытались построить интегративную иммунограмму, учитывая все звенья формирования иммунного ответа на примере пациентов с немногоклеточным раком легкого. Они отложили на осях основные звенья иммунитета, это наличие токсических зрелых лимфоцитов в опухоли, на второй оси представленность экспрессии опухолеспецифических антигенов, затем активацию Т-лимфоцитов, миграцию и инфильтрацию Т-лимфоцитов, распознавание антигенов опухоли Т-лимфоцитами. И шестая, седьмая, восьмая ось – это ингибирующие влияния, но именно в плане отсутствия этих ингибирующих влияний, отсутствия супрессорных клеток, отсутствия ингибирующих молекул и отсутствия ингибирующих чейпоинтов. По каждому направлению были изучены большое количество генных сигнатур, и они были объединены в нормализованный показатель, который имел градацию 5 баллов. И, соответственно, 5 баллов – это было оптимальным значением для формирования иммунного ответа. Если говорить о наличии Т-лимфоцитов в опухоли, это, безусловно, очень важный фактор. И здесь приведен очень важный фактор, потому что именно цитоксические лимфоциты распознают антигены опухоли и уничтожают опухолевые клетки. И здесь представлен большой метаанализ, включающий 33 исследования, исследование именно туморно-фильтрирующих лимфоцитов, который продемонстрировал, что наличие зрелых лимфоцитов и цитоксических лимфоцитов в опухоли ассоциировано с лучшими показателями общей выживаемости. Однако авторы предостерегали, что никаких количественных взаимосвязей, то есть четких уровней каких-то параметров они не выявили. Экспрессия антигенов – это очень важный фактор, поскольку, в принципе, для них характерна слабая иммуноденность, селекция иммуноустойчивых клеток, модификация антигенов. И именно поэтому наличие на опухолевых клетках опухолеспецифических антигенов – это положительный фактор для формирования адекватного иммунного ответа. Активация иммунных клеток, т-лимфоцитов, происходит при антиген-презентации за счет костимулирующих влияний и наличия этих рецепторов как на гендритных клетках, так и на т-лимфоцитах. И также оценивалось очень важный фактор, такой как миграция лимфоцитов в опухоль и потенцирование факторов, влияющие на улучшение инфильтрации этой клетками опухоли. Ингибирующие распознавания антигенов в опухоли произошляются за счет взаимодействия этой клеточного рецептора и антигена, представленного на поверхности опухолевой клетки в комплексе с молекулой HLA первого класса, в комплексе с молекулой главного комплекса гистосовместимости. И утрата этих молекул, соответственно, делает бесполезным нахождение тумброфильтрирующих лимфоцитов в опухоли, поскольку они не могут осуществлять свою непосредственную функцию. И по многим данным высокая частота утраты или снижения экспрессии данной молекулы ассоциирована с выраженностью дисплазии опухолевого процесса и с более частым метастазированием. Вообще этот признак, негативный механизм ускользания от опухоли от ответа характерен где-то для 40-60% соленых опухолей. Ингибирующие влияния отложены были на 6, 7 и 8 осях. Это, как я уже сказала, наличие супрессорных клеток, наличие ингибирующих чейкпоинтов и наличие ингибирующих молекул. Это достаточно мощное влияние и, кстати, точкой приложения нашей существующей сегодня иммунотерапии. И для каждого пациента в данном исследовании была построена такая импекративная иммунограмма и выведено несколько общих закономерностей. Например, фенотип богатый Т-лимфоцитами, когда в опухоли, это более половины процентов пациентов, и у этих пациентов были очевидные признаки активности токлеточного звена, однако у этих же пациентов были признаки достаточно высокой активности ингибирующих факторов. Фенотип бедный Т-лимфоцитами, когда даже наличие экспрессии антигенов, оно не поддерживалось, во-первых, активностью токлеточного звена, и у этих пациентов выявлялись низкое определение ингибирующих факторов. И также различные промежуточные фенотипы. Конечно же, эти фенотипы рассматривались с точки зрения назначения иммунотерапии, но прежде хотелось бы вернуться к этому циклу опухолиммунитет, поскольку даже имея сегодняшние наши методы и зная, на какой этап мы хотим воздействовать, мы можем уже это делать совершенно целенаправленно. Например, если необходимо высвобождение антигена, для того чтобы усилить, мы можем применять химию, лучевую, таргетную терапию. Для улучшения антиген-презентации применяются противоопухолевакцины, интерфероны. Для повышения активации Т-лимфоцитов это применение, например, ингибиторов-чекпоинтов, в частности препараты анти-CTL4. Для улучшения инфильтрации это препараты антивИДЖФ, тот же самый БЕВАЦИЗУМАП. Для улучшения распознавания антигенами Т-клеточными, антигенов опухоли Т-лимфоцитами это применение картерапии. И для повышения эффективности уничтожения опухолевых клеток это как раз применение ингибиторов-чекпоинтов, таких как ПД-1, ПДЛ1. Анти-ПД, анти-ПДЛ1. И говоря вот об применении конкретно интегративных иммунограмм в контексте назначения иммунотерапии, для пациентов, у которых было низкое содержание Т-лимфоцитов, антигенов, низкой экспрессии антигенов опухоли, низкие признаки активации, инфильтрации, миграции и распознавания Т-клетками антигенов опухоли, можно и в то же время достаточно отсутствия, вернее, ингибирующих факторов, можно предложить такие методы, как индукция гибели опухолевых клеток с помощью химиотерапии, лучевой терапии, как применение для активации Т-клеток, в этом случае применение анти-CTL4 терапию, применение противоопухолевых вакцин, опять же терапию Т-лимфоцитами с геномодифицированными рецепторами, и эти методики будут, предположительно, будут более эффективны у данной группы пациента. Тогда, когда у пациентов отмечается, наоборот, высокое содержание ингибирующих факторов опухоли, конечно, в этом случае, предположительно, будут более эффективны ингибиторы чейкпоинтов, такие как анти-ПД, анти-ПДЛ-1 и другие. И, соответственно, вот эта дифференцировка назначений иммунотерапии, она уже приобретает какой-то достаточно определенный путь. Коллеги, которые проводили исследование, они проводили его в контексте назначения иммунотерапии и, конечно же, пообещали представить результаты, которые будут как дополнительный фактор на этой интегративной иммунограмме, но и, как самое главное, как подтверждение тех теорий, которые выдвинуты. На сегодняшний день, к сожалению, нет каких-то абсолютно точных предсказательных факторов, однако вот такой интегративный подход позволяет более осмысленно и целенаправленно использовать, на самом деле, очень замечательную и эффективную иммунотерапию. Благодарю вас за внимание, коллеги. Готовы ответить на вопросы.